Продолжение следует... Дыхание через нос. То есть, говорят, что мы вдыхаем через нос прану, жизненную энергию космическую, которой питается человек. Левая и правая ноздря. У меня вопрос к пространству. Левая и правая ноздря. Что влетает в левую ноздрю, что влетает в правую ноздрю? Женская и мужская прана или что это? Как работает дыхание человеческое? Вот такой у меня вопрос. Раз мы в пространстве астрального госпиталя, то здоровье это точно нам расскажет. У меня идёт единый поток. Нет разделения. Нет разделения. Нет. Общий поток, вдыхаете, распределение идёт внутри организма. Заходит одним потоком и идёт по двум сторонам идёт. Как две реки из одного груза, из тока. Дыхание человеческое меняется от его состояния внутреннего. Какое состояние такое дыхание? У здорового человека дыхание спокойное, равновешенное. У больного человека дыхание частое. Прерывистое. Прерывистое. Меняется дыхание в зависимости от настроения человека. Дыхание реагирует на наше настроение, на наше самочувствие. Дыхание человека – это жизнь, которая наполняет его вибрациями, энергиями. Несёт питание. Человек получает питание через вдыхание. Что всё-таки человек вдыхает? Он вдыхает прану, космическую энергию, или он вдыхает просто кислород, воздух? Он вдыхает прану, кислород. Все химические элементы, которые находятся в пространстве, поступают в человека. Человек может не питаться, а жить лишь тем, что он вдыхает. Этого ему достаточно. Для этого нужна специальная подготовка человеку, чтобы без питания жить. Нет. Человек должен к этому прийти, осознать. Не каждый сможет это сделать, и не у каждого получится. Человек приходит к осознанию того, что исключает из своего рациона постепенно продукты питания и переходит на броническое питание. Вот у меня вопрос в связи с этим. У меня старшая дочка, мы никак её не можем заставить кушать. Не надо заставлять кушать. Она не ест вообще. Просто человек не ест вообще. Пусть не ест вообще. Не надо насиловать. Да. Не надо трогать. Пусть не ест вообще. Просто наблюдайте за ребёнком. Оставьте ребёнка в покое. Это у неё внутреннее состояние. Я понимаю прекрасно. Она готова к тому, чтобы не есть. Да. Она вообще может сутками не ест. У неё идёт полная трансформация внутри. Внутри, если она и дальше не будет есть, то она будет питаться праной, перейдёт полностью на праническое питание. Такие люди могут и не есть, и не пить. Им не нужно ничего. Вообще да. Они питаются праной. Им этого достаточно. В пране находится всё, что необходимо человеческому организму. Все химические элементы, всё, что необходимо есть в пране. Да. Таких людей много. О таких людях вы ещё не знаете. Они есть. Их уже много становится. Они не пьют и не едят. То, что сейчас пытаются нас чем кормить, да, население. И чем поить, то надо переписать. Эволюция меняется. Эволюция. Всё эволюционирует. Будет больше таких людей появляться. Очень много людей появляются, которые переходят просто на фрукты или просто на овощи. Вы все пришли с разных мест и у вас у всех разные пристрастия. Кто-то праной питается, кто-то фруктами, кто-то овощами. У всех свои предпочтения. Да. Это ещё и зависит от уровня развития, кто к чему пришёл. С прошлых жизней наработки. К чему человек пришёл в этой жизни. Он дорабатывает и отказывается от еды. Тем самым повышаются его вибрации автоматически. Поэтому, да. На очень высокий уровень человек становится нам ступеньку выше по эволюционному развитию. Поэтому, да, хотим обратиться к родителям. Вот сейчас много детей. Абсолютно новой трансформации. Новые дети приходят. Много случаев, когда вот родители просто в тупую заставляют детей кушать. Они не хотят. Нельзя этого делать. Дети рыдают, плачут. Значит, родители начинают рассказывать им про то, что они умрут через сутки, если они есть не будут. А дети просто не хотят есть. Просто не хотят. Пьют там водичку просто. Вот и всё. Поэтому обращаемся ко всем людям, кто нас слышит, видит. Нельзя этого ни в коем случае делать. Я к этому сам пришёл. То есть, я не заставляю своих детей там есть через силу. Это ни в коем случае делать нельзя. Никто не занимался детьми раньше, когда люди работали в полях. Дети предоставлены были сами собой. Почему раньше здоровой нацией была? Потому что дети ели то, что давала природа, что росло. Не было возможности кормить людей, детей. Все уходили работать с раннего утра до позднего вечера. Дети бегали полуголодные, но здоровые. Да. Вспомните себя, как вы росли. Так и есть. Никто не заставлял вас есть, и вы были здоровы. Точно. Сейчас же всё по-другому. Культ еды, культ одежды, культ моды. Всё это становится свыше. Да. Благодарю. Спасибо большое. Классный ответ. Очень хороший вопрос. Покажем это своим подписчикам, зрителям. Пусть знают тоже про эту информацию. Точно. üler.